Еще на подъезде к сперцпереходу через Ангару на Новый Лэб чувствуешь грандиозность этого сооружения. Четыре опоры, которые по окончанию монтажа будут достигать 125 метров, возвышаются над лесом, как огромный маяк среди тайги. Совсем скоро через эти опоры пройдет провод электропередачи, по которому побежит ток от Багучанской ГЭС. Объект это созданный для жизнеобеспечения и работы магистрального нефтепровода Куюмба-Тайшет. Линия тянется от подстанции Приангарской до поселка Куюмбы, где на всем протяжении этой линии построено три подстанции. Подстанция номер 3, подстанция номер 2, подстанция номер 1, это непосредственно на Куюмбе. От нее будет также запитана от этих подстанций вдоль трассовая ВЛ-10 кВ, от которой будет питать все жизненно необходимые насосные станции, а также все линии связи, телемеханики и отслеживание правильной работы нефтепровода. До завершения строительства около полутора месяцев и самым ответственным этапом в конце этого периода можно будет назвать натяжение самой линии между опорами. К этому этапу строители готовятся заранее. Уже сейчас через Ангару натянут специальный лидер трос, с помощью которого линию электропередачи перебросят на другой берег. Строители обращают внимание, что пока линию не натянули до нужной высоты, трос представляет опасность. Опасность какую представляет? Это для тех, для владельцев маломерных судов, а также больших судов, что могут вероятность их зацепить в процессе. Трос натянут очень сильно и даже слышно, как он гудит от натяжения. Длина троса 2 километра, а вес несколько тонн. Если трос оборвется, то радиус поражения может быть очень большой, поэтому до окончания монтажа в районе 13 километра урочища Абакан находиться опасно. Строители обещают закончить монтаж в конце апреля, и тогда эта зона станет достаточно безопасной для тех, кто находится на реке. Александр Мажванов, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр», Богучаны.